С 1 января 2021 года пенсии выросли на 6,3%. Об этом рассказала управляющая отделением Пенсионного фонда России по Магаданской области Светлана Коруненко на пресс-конференции. На Колыме около 47 тысяч пенсионеров. Выплаты ежемесячно получают более 40 тысяч человек. У каждого прибавка после индексации индивидуальна. Она зависит от размера обычной выплаты. Это мужчины, которые родились в первом полугодии 1965 года. Они смогут, приобретают право на пенсию в этом году, на обычную страховую пенсию, начиная с 1 июля 2021 года. То есть заявления могут быть поданы во втором полугодии. И женщины, которые родились в первом полугодии 1970 года. В базе Пенсионного фонда индексируют все выплаты, независимо от того, работает ли гражданин. Однако сейчас сумму больше получили неработающие пенсионеры. Трудящиеся начнут получать проиндексированную выплату после увольнения. Также на пресс-конференции журналистам рассказали о возрасте выхода на пенсию. Чтобы уйти на заслуженный отдых на 5 лет раньше общероссийского возраста, требуется не менее 15 лет работы в районах Крайнего Севера и страховой стаж от 20 лет женщинам и от 25 мужчинам. Так кто же в этом году сможет обратиться за назначением пенсии? Она индивидуальная у каждого человека, поскольку установлена не в твердой сумме, а установлена она в процентах к получаемой уже пенсии. То есть, ну, пример короткий. Если у человека его пенсия составляет 10 тысяч рублей, то 6,3% от этой суммы составит 630 рублей. Если пенсия 20 тысяч рублей, не будем вдаваться в какие-то детали, то это, соответственно, в два раза больше. Пенсия в два раза выше и добавка к этой пенсии тоже в два раза выше. В этом случае она будет 1260 рублей. То есть, посчитать достаточно просто. Если у женщины есть двое детей, она отработала не меньше 12 лет в районах Крайнего Севера, а также имеет 20 лет страхового стажа, женщина, как и раньше, сможет получить пенсию в 50 лет.